С нами ансамбль «Фантазия», только что мы имели дело с малышней, но малышней талантливой, безусловно. И прошу представить нам следующую возрастную категорию ансамбля. Ансамбль «Скрипачей Фантазия» был создан в 2011 году. Вот это уже часть ансамбля, потому что у нас в музыкальной школе дети учатся на протяжении 7-8 лет, заканчивают и продолжают, если есть желание, если есть талант, они продолжают обучение. В средних специальных учебных заведениях. Вот на сегодняшний день вот эти девочки, студентки музыкального колледжа при Красноярской государственной академии музыки театра, и двое девочек у нас в Новосибирске. Концертместер этого ансамбля Юлия Боброва у нас учится в колледже при Новосибирской консерватории. Мариночка учится в Центральной музыкальной школе при Новосибирской консерватории. То есть абсолютно все участники этого ансамбля продолжили свое обучение и хотят стать профессиональными музыкантами. Ну, то есть собираются они очень редко вместе, вы даже втроем что-то не собрались, это событие редко такое бывает. Это событие, потому что они уже учатся, у них своя творческая жизнь, но жизнь у них была творческая, в стенах музыкальной школы очень активная. Они у нас лауреаты международного конкурса «Просторы вдохновения» в Республике Казахстан, Астана первое место. Лауреаты конкурсов различных уровней, городских и межрегиональных. Они очень много поездили, поконцертировали, и у них очень богатый был репертуар. Сейчас вот они исполнят вам из репертуара «Фантазия» пьесу, которая Карлс Гордель, танго. Давайте прямо сейчас приступим. «Фантазия» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, это просто утреннее наслаждение какое-то, ведь вот мало мы знаем классику. Я просто опознал эту мелодию случайно, просто потому что под эту мелодию начинается боевик с Арнодем Шварценеггером «Правдивая ложь». Вот прям там, ну там Шварценеггеры так же чудовищно танцуют танго, насколько прекрасно они исполнили это. Я еще думал, что за музыка такая красивая, теперь я знаю об этом все. Спасибо, моя жизнь не будет прежней, а я теперь больше узнал. Сколько необходимо тренироваться в день, в неделю, чтобы владеть вот на таком уровне с мучком и скрипкой? Долго. Долго, много? А вообще это командный вид спорта? В том смысле, что вы как-то сыгрываетесь, для вас важно, что играет партнер? Конечно, это лучше. То есть вы должны слушать друг друга. Ты должен играть. Часто ругаетесь, вот пока притираетесь? Нет. Они дружат, они уже сдружились за 10 лет. Знаете, меня всегда волновал вопрос, дома вы репетируете, как соседи реагируют? Не стучат там в стены, в двери, говорят, прекратите, но сколько можно, особенно вот когда начинали только. Были такие моменты или нет, или как-то все плавно произошло, случилось? Меня съехали соседи пять раз. Съезжали, то есть специально соседы съезжали? Из-за тебя. Да, по батареям стучат, а мне наоборот. Знаете, у меня сосед с перфоратором, я тоже хочу, чтобы он съехал. Приезжайте ко мне на недельку. Я думаю, мы решим эту проблему. Леня, расскажите, где можно увидеть выступление вашего коллектива в ближайшее время, где можно насладиться творчеством вашего коллектива? Отчетный концерт школы у нас традиционно проходит в конце апреля. Афишей и на сайте нашего учреждения будет размещена вся информация. Мы выступаем на сцене малого зала нашей филармонии. Поэтому милости просим, пожалуйста, приходите. У нас там будут не только этот коллектив. У нас в школе создано много творческих коллективов. Дети поют. Это и хоры. У нас прекрасный, один из лучших коллективов хоровых «Радуга», который становился лауреатами различных конкурсов и международного. У нас отличный оркестр русских народных инструментов «Карусель». То есть послушать будет что в разных составах. Спасибо вам большое за это утро. Оно было восхитительным. Благодаря вам. Действительно воодушевили нас, я надеюсь, и всех наших телезрителей. Спасибо вам большое. Напоминаем, у нас в гостях был ансамбль скрипачей «Фантазия», а также ее руководитель, руководитель этого ансамбля «Лилия Малинина». На творческих вам успехов.